Субтитры сделал DimaTorzok Всякий раз рассказываю о рецептах с тестом, как попугай твержу о необходимости правильного вмешивания для получения глютенового каркаса. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так что давайте-ка сегодня посмотрим, что же это за глютен и какой из него каркас. Вооруженным глазом. Здесь пшеничная мука. Отправим в чашу миксера стакан муки и стакан воды. Как и любой продукт, ну почти любой. Она содержит жиры, углеводы и белки. Вот и о белках-то и поговорим подробнее. В муке их много разных, но нам особенно интересна группа, которую хлебопечени из-за ее особых свойств называют клейковина. Или глютен, что в переводе с латинского означает клей. Процесс образования глютенового каркаса занимает достаточно продолжительное время. Поэтому я ускорил воспроизведение ролика, но чтобы вы не решили, что я мухлюю с ингредиентами, прерывать съемку вымешивания не буду. В воде глютен набухает, а при интенсивном вымешивании образуют длинные нити с перемычкой между ними. Так в тесте появляется пространственная сетка, глютеновый каркас. И именно благодаря этому каркасу тесто становится эластичным и упругим. Обратите внимание, тесто сейчас уже вполне однородное, но все еще жидкое. Если бы мы сейчас остановили вымешивание, то сколько бы времени после этого тесто не простояло, глютенового каркаса в нем не будет. Глютен-то, конечно, разбухнет, да. Но так как в муке его содержание всего-то 9-12%, в отдельных сортах так называемой сильной муки даже до 13% доходит, простое замачивание муки для набухания глютена не может развить тесте пространственную сетку. Не для каждого теста нужен глютеновый каркас. Например, в песочном он прям противопоказан, ведь главное в нем – это хрупкость и рассыптие из готовой печеньки. А вот с пиццей обратная ситуация. Чтобы лепешка не получилась сухой и жесткой, как фанерка, раскатывать ее скалкой, выдавливая весь газ, нельзя. А вот развитый глютеновый каркас позволит лепешку растянуть руками, как это делают итальянские пицца-йола. И вот смотрите, что происходит с тестом в деже на 15-й минуте. Скачкообразно меняется его вязкость, и оно собирается на месильном глюке в комок, отлипая от стенок. Теперь вы видите, что для получения глютенового каркаса недостаточно просто смешать воду и муку, а необходимо вымешивать тесто еще некоторое, более-менее продолжительное время. Сколько – это зависит от содержания глютена муки и от скорости вымешивания. Теперь вы, по крайней мере, увидели и знаете, что такое эластичное тесто, и что нужно делать, чтобы его добиться. Ну вот и все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. И делитесь ссылкой с друзьями. А я продолжу свою кулинарную пропаганду в следующих выпусках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!